Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю обозревать тему Woodmort. Это урок 39. У нас на очереди настройки карточки товара. Но тема обновилась. И давайте в этом видео также посмотрим, на что надо обращать внимание. Как можно обновиться. Сейчас у меня старая версия. Вот здесь это можно видеть. 7.3.2. На сайте Envato, где вы купили тему, вы всегда можете видеть здесь в колонке последнее обновление. То есть на момент записи видео сейчас это последнее обновление, которое вышло 23 ноября 2023 года. И в самом низу всегда читайте, что здесь изменилось. Вот это у меня обновление. И смотрите, уже вышло 7.3.3 и 7.3.4. И в данном случае меня всегда интересуют какие-то новые возможности, новые опции. Но и, конечно, исправление ошибок – это тоже важно. И в данном двух обновлениях практически только исправление ошибок. Всегда это читайте. Это всегда полезно знать. Они также оставляют и ссылки, где что исправлено. Общение на форуме, да, можно читать и так далее. Итак, у меня, естественно, Woodmart лицензионный. Давайте посмотрим. Вот в Woodmart дальше перейти лицензия. Здесь вы проставляли код. Вот видно, что у меня он активирован. Иногда бывает такое, что обновления у нас не показываются, что тема обновилась. Можно перейти к консоли обновления. Можно просто скачать архив на компьютер с сайта Envato. Дальше перейти в внешний вид темы. Добавить новую. И нажать «Загрузить тему». И выбираем файл «Архив темы», просто поверх накатывая на наш сайт. Я нахожу тему у себя на компьютере. Выбираю архив. Zip архив. Открыть. И установить. Мы увидим вот такую вот страницу. Нам скажут, что эта тема уже установлена. И что я использую 7.3.2 версия. И есть 7.3.4 версия. И мы нажимаем на голубую кнопку «Заменить текущую версию загруженной». Таким образом, мы просто обновляем файлы темы на самые свежие. Нам нужно дождаться вот такого вот окна. Тема успешно обновлена. И теперь давайте приступим к теме урока. Вудморт. Переходим в настройки темы. Следующая опция у нас на очереди. Это карточка товаров. Раскрывается список. И вот верхняя карточка товаров. Настройки рассмотрим. Смотрите, карточка товаров. Это у нас вот раскрытый товар в полном виде. То есть вот это у нас по сути это список товаров. Когда идут анонсы. Если мы проваливаемся в полный товар, где есть корзина, кнопка. Ну вот, вот эта карточка. То есть это все настраивается здесь. И вот здесь для отдельных товаров. Нужен ли вам сайт бар? Слева, справа. Можно выбрать. У меня выбрано без. Сейчас, если выбираем слева, то появляется сайт бар во всю ширину. И здесь можно посмотреть миниатюру, как это будет выглядеть. И сайт бар. Маленький, средний и большой. То есть если я сейчас просто сохранюсь с сайт баром, то у меня после обновления страницы появится область. Вот здесь. Где может быть сайт бар. Здесь ничего нет, потому что надо пройти виджеты и в соответствующую область добавить виджетов, чтобы они здесь появились. Здесь можно добавить, допустим, недавно просмотренные товары клиента. Потенциального клиента. Я сайт бар отключаю. Движемся дальше. Дизайн страницы товара. Судя по миниатюре, вот это у нас по левому краю информация, которая выводится вот здесь. Давайте посмотрим отличия. В правой колонке у нас все становится по центру. Отцентровано. Я верну назад. Дальше здесь закрепить товары. То есть при прокрутке, если много изображений, вот здесь это видно, то будет колонка сбоку фиксироваться. Можете поиграться, посмотреть. Дальше. Добавить тень к блоку. Вот к этому. Давайте добавим. Страница товара во всю ширину. И давайте тоже посмотрим. Сохранится. Так мне нравится намного больше. Придается тень вот этому блоку. И блок становится более выразительным. Растягивается у нас все широко. Мне это здесь не очень нравится, поэтому я вот так вот это отключу. Также для всех товаров, карточек товаров, мы можем назначить другую шапку, если она у нас подготовлена. Об этом я говорил в предыдущих видео. Как создать хедеры. Вот видите, у нас темная шапка наверху, которая была ранее мной подготовленная. То есть, если я сейчас пройду куда-нибудь в магазин, то шапка здесь другая. Если я зайду в любой товар, то шапка будет другая. То есть, думаю, здесь понятно. И здесь остается у нас последняя опция. Билдер. Которая связана непосредственно с макетами. Мы еще с вами это не проходили. Вот здесь в колонке есть макеты, которые доступны от темы Woodmart. Эти макеты мы, конечно же, будем разбирать в последующих уроках. Но вот эта опция, она связана с этими, в принципе, макетами. И давайте посмотрим, как она работает. Здесь вы можете выбрать любой товар, как пример. Вот давайте я возьму лампу Classic. И сохраним настройки. И где это будет взаимодействие происходить. Дальше мы с вами переходим в макеты. Это очень крутая штука, которую мы обязательно рассмотрим. Здесь нам нужно перейти к карточке товаров. То есть, это у нас получается товары. И нажимаем добавить. Можно придать название. Дальше состояние включить-выключить. И где это будет распространяться. Это более детально. Я уже сказал, будем разбирать в следующих видео. Здесь есть готовые макеты. Но я нажимаю создать макет, чтобы создать пустой макет. От темы Woodmart есть виджеты, которые встроены в Elementor. Мы тоже будем многие из них касаться в следующих видео. Они у нас помечены вот здесь, вот видите, в левой колонке X-Themes. И нас интересуют именно элементы WooCommerce. Здесь можно просто написать в поле поиска по-русски заголовок. Они отличаются виджеты такими темными иконками, которые относятся именно к теме Woodmart. И вот, например, заголовок продукта нас интересует. Я его перетаскиваю сюда, и у меня сразу подставляется заголовок того товара, который я выбрал в настройках. То есть вот она, лампа Classic, вот эта, сразу подставляется. То есть того товара, который я в настройках карточки товара, здесь вот назначил. Также найти цену продукта, если я туда ее перенесу, то у меня подставится цена, которая вот здесь вот и скидка, и цена будет автоматически подтягиваться. Также можно вытянуть галерею продукта. Вот подтягивается именно то изображение из товара. И зачем это нужно? То есть если вы хотите создать больше пользовательских макетов, отдельных продуктов для демонстрационных целей, с привлекательным контентом по умолчанию. То есть только для этого, в принципе, это и нужно. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. С вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok